Какие числа можно представить в виде суммы натуральных слагаемых больших единиц, произведения которых являются фатриалами? Вот, давайте рассматривать пример. Понятно, что единицу, в принципе, нельзя представить в виде суммы слагаемых больших единиц. Поэтому я пишу нет. Что такое три? Ответ нет. Три нельзя представить в виде суммы слагаемых больших единиц, а три не является фатриалом. Четыре в единственном случае предстоит как два плюс два, но дважды два – это не фатриал. А вот пять, два плюс три, при этом два умножить на три – это три фатриал. Замечательно. Что такое шесть? Что такое шесть? Три плюс три не годится. Четыре плюс два – не годится. Два плюс два плюс два – не годится. Но с другой стороны шесть не шесть. Это просто фатриал. Шесть – это просто фатриал. Хорошо. Семь. Давайте думать, как вообще представим число семь. Два плюс пять – нельзя. Три плюс четыре – нельзя. Три плюс два плюс два – нельзя. По-моему, не годится, правда? Потому что зря я не писал, как снах равно. Семь не годится. Хорошо. Восемь. Ребята, а еще лучше. А давайте-ка выкупить. То есть я сейчас сделаю следующее. Выписываю числа. Вы должны для этих чисел, для каких сможете, придумать вот такую же штуку. Так, значит, 18, 19, 20, 21, 22. Смотрите, в какой-то момент я понимаю, что это, по-моему, да, есть. Поэтому давайте сделаем так. Вот я написал. Так, пишу. Девять – это два плюс три плюс четыре. А два плюс три плюс четыре. Соответственно, если перемножить, это действительно четыре фатриал. Так, еще у кого есть, прошу? Десять, а так, шесть плюс четыре – это четыре фатриал. Так, четыре плюс шесть, четыре умножить на шесть, то уже четыре фатриал. Хорошо. Пятнадцать. Это пять, это пять, это четыре плюс четыре плюс четыре плюс два плюс один. Не бывает один. Вы не услышали. Вы опять не услышали условия. Запрещены. Дело в том, что у вас же, если пишешь плюс один, то фактически произведение от этого не меняется. А вот здесь очень важно, что никакого плюс один не бывает. Да, почему? А четырнадцать – это два плюс три плюс четыре плюс пять, да? Да. Два, три, четыре, пять. Ну, хорошо. Если перемножаешь, соответственно, получается пять фатриал. Два и три объединить в одно, получается шесть. И тогда вы получите для пятнадцати. Отлично. Отлично. Действительно, шесть, четыре и пять. Когда перемножаешь, то получается шесть на четыре на пять – это пять фатриалов. То есть, таким образом можно сделать треугольные числа и треугольные числа минус один. Правильно. Треугольные числа минус один – это просто сумма первых натуральных чисел. Треугольное число минус один – это двадцать, я помню. Это сумма первых чисел без единицы. Два, три, четыре, пять, шесть. А так надо первое два, то есть два, три объединить в шесть. Два, три, пять, шесть. В любом случае у нас будет шесть на триалдер. Так, отлично. Еще что-нибудь есть? Два, три, четыре, пять, шесть, 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 шесть. Два, три, чего? Два, три, четыре, пять, шесть. А, вот, да-да-да, начать сумму, да. Потому что это треугольное число. Да, треугольное число. Минус один. Два плюс три плюс четыре плюс пять плюс шесть плюс семь. И результат – это семь фатриалов. А, тогда эти уровни 28, давайте писать им. Хорошо, ну, господа, да? А, вот, что такое треугольное число? Это сумма подряд идущих правильных чисел от единицы до какого-то. Ну, например, один плюс два плюс три. Или один плюс два плюс три плюс четыре плюс пять. То есть идея такая, почему это треугольное число можно? Потому что два плюс три вы можете убрать и вместо них написать шесть. От этого происхождение не изменится, а понятно, да? Сумма увеличится на единицу. Сумма увеличится на единицу. Так, ребята, давайте все-таки с маленькими числами это, конечно, включать на. Но давайте сейчас переберем чуть-чуть большое. Например, берем число сорок три. Я специально имею с большим числом. И попытаемся работать так же, как с треугольным числом. То есть я прямо начну перстать. Два плюс три плюс четыре плюс пять плюс шесть плюс семь. Все помните, сколько это будет? Двадцать семь. Двадцать семь. Тридцать пять. Прибавлю девять, получится сколько? Сорок четыре. Значит, я должен прибавить плюс семь. Вот на самом деле, что такое сорок три. Теперь соображаем, что будет, если перемножить вот эти числа. Будет восемь факториалов. Пишу. Восемь факториалов. Это два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Я в девять уже не знаю, все. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Я хочу как-то изменить вот эти числа, чтобы произведение стало бы равно числу восемь факториалов. Ну, может быть, у меня и не получится, кто его знает. Но давайте попытаемся. Что вообще нужно понимать, когда у вас есть любое произведение? Что вообще-то у любого числа есть разложение на простые множители. В данном случае, это что такое? Это два на три на два на два на пять на сколько? На два на три. На два на три на семь. На два на два на два. На два на два на два. Так, чему равна сумма этой числи? Посчитайте, пожалуйста. Так, два на шесть, шесть, шесть. Нет, не произведение, а сумма. Нет, двое здесь как раз на шесть. Шесть, здесь будет тринадцать, шестнадцать, восемнадцать, двадцать три, двадцать пять, двадцать семь, тридцать два. Ну, что, господа, тридцать два. Получается, что это намного меньше, чем сорок три. Значит, моя мечта про число сорок три далека от реализации. Но тридцать два – это почти тридцать три. Как можно легко вот из этих чисел? Два на три, два на шесть немножко. Конечно, конечно. Надо вот это первое выражение два на три заменить на шесть. Давайте так и напишем. Ну, на самом деле, два на два может быть четыре, это то же самое, потому что и сумма такая же. Но я не буду здесь это делать. Итак, два, три, семь, два, два, два. Отлично. Как же перемножение, а сложение? Да-да-да, нет, конечно. Здесь, конечно, сложение. А если перемножать, то это будет факториал. И теперь вопрос, как получить с таким же произведением тридцать четыре? Вот, еще два на три и опять сделаем. Еще в одном месте два на три заменить. Давайте это делаем. Итак, шесть, два, два, пять, шесть, семь, два, два. Ну, господа, теперь смотрите, чувствуется, что мы умеем, что мы не умеем. Чувствуется, что я написал восемь материалов, а получил для тридцати трех, тридцати четырех. Значит, чтобы получить для сорока трех, что мне надо получить? Девять материалов. Девять материалов. Отлично. Давайте я прямо здесь, из права. Девять материалов умножить на девять. И здесь добавится две на трой. Хорошо. Чему равна сумма? Десять, четыре. Ну, вообще, неси тридцать восемь. Потому что было тридцать два. Тридцать два и три и три. Тридцать восемь. Десять материалов. Не надо. Не-не, десять материалов это уже слишком. Наши, для нас нечего было два. Да. А, сорок два мы уже сделали. Все. Все. Сорок два мы уже сделали. Только давайте поймем, как. Это нужно взять вот так. Взять вот так. Вот так. Ну и еще вот так. Правильно? И каждый раз на пятьдесят шестер. Поехали. Значит, итак, это есть шесть, шесть, четыре раза. Пишу. Шесть, 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 четыре раза. К тому же можно я напишу два, как четыре, ладно? И вот пять, семь и два, правда? Так, господа, не могу без контроля. Двадцать четыре и четыре это? Двадцать восемь. Двадцать восемь и двенадцать. Сорок, сорок, два. Так, и по умножителям вроде бы у нас все хорошо, да? По умножителям вроде бы все хорошо. Отлично. Александр Ильич, смотрите. Четыре плюс два можно заменить на восемь. И вернуть одну шестерку, как два на три. Абсолютно верно, ребята. Вот в этом месте два на два на два мы на самом деле могли заменить на восемь. От этого сумма увеличивается. На двойку. Значит, одну шестерку надо превратить обратно в два умножить на три. Одну шестерку возвращаем, мы сделаем десять раз. Ну и там еще не так, а вот еще по-другому. Надо к другому, да? Там есть две двойки еще. Давайте. Давайте, например, вот я вот это и вот это объявлю шестерки. Нормально? Ну и так, мы три шестерки. Так, чтобы не спускаться, я буду обманить. Раз, два и вот это. У нас есть три шестерки. Сложение этого. Так, спасибо. Да, 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 сложение. Сложение, спасибо. У нас есть три шестерки. Кроме этого, у нас вот это превратилось в восемь. А все остальное надо просто переписать. Два, пять, семь, три. Так, два, пять, контроль. Значит, восемнадцать и десять. Двадцать, восемь и двенадцать. Да, трое и три. Отлично. Ну, господа, видите на самом деле, что мы делали? Мы писали факториал, и после этого чуть-чуть, смотрите, объединяли множители. Причем при объединении множителей у нас сумма меняется, правильно? Сумма чуть-чуть может меняться, и этим можно управлять. Так вот, давайте я сейчас предложу вам такую штуку. Давайте возьмем какое-нибудь число, например, сто, и попытаемся с ним сделать более-менее то же самое. Действительно, прямо берем число сто. Единственное, что сейчас лагайков придется писать много, но ничего. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Никто не помнит, чему равна сумма чисел от одного до девяти. Сорок пять. Сорок пять. Значит, это еще мало. Десять – это пятьдесят пять. Шестьдесят шесть. Это шестьдесят шесть. Нет, это не шестьдесят шесть, семьдесят восемь. Шестьдесят шесть. Что там дальше? Плюс тринадцать. Восемь. Девяносто один. Девяносто один. И все, нельзя больше. Да, больше нельзя. Нет. Но оно есть. Плюс десять. Потому что это девяносто плюс десять. Плюс десять. И вот сейчас у нас возникает вопрос. Что менять, какие из этих множителей чуть-чуть изменить, чтобы это самое число десять прошло внутрь? Надо решить такую задачу. Несколько множителей вычеркнуть и заменить на какие-то другие числа, чтобы при этом произведение не изменилось, а сумма, чтобы... Понятно, да? То есть, если честно, давайте возьмем сто один. Я не хочу взять сто один. Нет. Просто смотрите. Мое было тогда объединить четыре пять, получить двадцать, и идеально прибавляется одиннадцать, а не десять. А-а-а, то есть поле умеет решать задачу для числа сто одиннадцать. Все уже слышали его идею? Зачеркиваем четыре, пять и одиннадцать, и вместо этого просто пишем... Что? Двадцать. Но десять это тоже можно решить. Как? Смотрите. Число десять повторяется дважды. Да. У вас есть два плюс десять. Да. В факториале. Если это заменить на одно... Ребята... На самом деле подбирать, конечно, можно. Два на двенадцать вот. Потому что, смотрите, два на двенадцать – это двенадцать плюс двенадцать. Двенадцать уже есть. Двенадцать минус два – это десять. Так, давайте смотреть. Берем число два, берем число двенадцать и число десять, да? Десять заменяем. У них чему равна сумма? Число 24. Значит, мы должны заменить эти три числа на 24. А мне это нравится. Смотрите, зачеркиваем вот эти числа и вместо них пишем одно слагаемое 24. В чем идея? В том, что 2 умножить на 12, это как раз и есть 24. И вот эта штука съелась. Слушайте, давайте мы запишем это соображение в общем виде. Что значит в общем виде? Александр Ильич, смотрите, если вы к некоторому факториалу прибавляете m, то можно рассмотреть m плюс 2 умножить на 2. Берем некоторое число и на двойку меньшее. Давайте вот это вот число обозначим буквой ax. Вот это x будет, а вот это будет x плюс 2. Итак, 2, x плюс 2 и x. Давайте посмотрим, чему эта сумма равна. Очевидно, это 2x плюс 4. Согласны? Отлично. И теперь вопрос. На что мы это заменяем? А мы эти три числа все просто заменяем на 2x плюс 4. Идею поняли? Александр Ильич, таким образом можно, вот если у меня был n факториал, прибавить к нему любое число от единицы до n минус 2. Правильно. Проблема вся в том, что x плюс 2 случайно может оказаться слишком большим. Господа, давайте сделаем так. Мы сейчас по нутер-числам пробежимся и везде попытаемся это сделать. Где-то получится, где-то не получится. И мы поймем, какие числа у нас, что называется, такие вот. Ну давайте, первое, какое-то случайное число. Что такое 24? 2 на 12. 2 плюс 3 плюс 4 плюс 5. Так, это уже сколько выбралось? 14, да? Плюс 6 и плюс 4. Я прав? Да, плюс 4. Да, неудачно я выбрал. Здесь действительно, это просто действительно был факториал. Поэтому эти мои учения не очень интересны. Но с другой стороны, посмотрите. Если я заменю двойку, шестерку и четверку, вот эти числа зачеркну. Итак, зачеркиваем 2, 6 и 4. И вместо этих самых чисел пишем что? 12. Пишем 12. Повторяю, что это может быть пример не очень лучший показатель. Хорошо. Посмотрим здесь. То же самое я пишу. 2, 3, 4, 5, 6 и 3. Что надо зачеркивать? Надо зачеркивать двойку, пятерку, тройку. И вписывать что? 10. Вот, 10. Отлично. Так, здесь 2, 3, 4, 5, 6 и 2. Зачеркиваем двойку, четверку, двойку. И вписываем 8. И вписываем 8. Ну что, пока работает. Давайте я вот здесь вот еще напишу пример. Число 70. Число 70. Пишу 2, 3, 4, 5. Что по нашему правилу надо делать? Что за черт? Зачеркиваем? 5, 7 и 2. Правильно. Вот эту с пятерку. Вот эту с пятерку. А заменяем на что? На 14. На 14. Заменяем на 14. И у нас получается 11 тряп. Так, я считаю, что это объяснил. Теперь продолжает действовать нашу работу. Продолжает действовать нашу работу. Значит, поехали. 2 плюс 3 плюс 5 плюс 1. Так, что по нашему правилу надо зачеркивать? Александр Васильевич, вот в примере для 24. 24 это 4 факториала. Правильно. У вас же есть плюс 5. Там нет множества 5. Что-что? Там есть у вас плюс 5. 4 плюс 5 плюс 6. Пятерка. Ну да, мы получили 5 факториалов. Нет, не надо думать, что факториал из числа делается единственным образом. Вот это замечательный пример. Вы получили в качестве ответа 6 факториалов. Произведение 120, то есть 6 факториалов. Но при этом вообще-то могли получить и 4 факториала. Это исходных факториалов. Просто вообще ничего не забивать не надо было. Так, здесь что зачеркивается? 7. 720. По нашей налоге. На вот эту единицу, на 2 увеличится, будет 3. Зачеркиваем, зачеркиваем, зачеркиваем. И пишем что? 6. И пишем плюс 6. Ну что? Ну что? И пишем плюс 6. И пишем плюс 6 факториалов. Стоп. А почему так получилось? А, потому что я считать не умею. Так, 2, 3, 4. И 2. И 2. Так что мы зачеркиваем? 2, 4, 2. 2, 4, 2. И заменяем на? 8. На их сумму. На 8. Так, получилось. Получилось. 2, 3, 4, и 3. Господа, вот это вопрос. Потому что, когда вы прибавляете к тройке 2, получаете 5, а его здесь нет. Абсолютно непонятно, что с этим делать. То же самое. Когда у вас есть число 13? 2, 3, 4. 4. 4. И 4. Да. Тоже непонятно, что с этим делается. Вот они наши несчастные 2 числа. Хорошо. Пошли сюда. 2, 3, 4, 5 и 2. Это по нашей науке очень легко. Правильно? Да. То есть зачеркиваем 2, зачеркиваем 4, зачеркиваем 2. Пишем плюс 8. Все улучшилось. Хорошо. 17 это 2, 3, 4, 5, 3. И все еще получается. На пределе, но получается. Зачеркиваем 2, зачеркиваем 3, зачеркиваем 3 плюс 2. То есть 5. И, соответственно, пишем плюс 10. Так, а вот дальше уже не получается. Так, смотри, смотрите, каждый раз будет пара чисел, которые не получаются. Правильно. То есть треугольное число плюс n-1 плюс n, вот эти два числа получаются. Потому что треугольное число плюс n плюс 1, это следующее треугольное число, для которого... Я все-таки здесь быстро напишу. 20 и 5, да? Непонятно, что с этим делать. Абсолютно непонятно, что с этим делать. И следующее тоже самое. 2, 3, 4, 5, 6 и 6. Так, господа, давайте поймем следующее. У нас есть числа, с которыми мы полностью разобрались. И у нас есть некоторый список плохих чисел. Давайте сделаем так. Так, я просто-напросто выпишу эти самые плохие числа, наверное, прямо здесь. Итак, единица плохое число, тройка, четверка, правильно? Так, дальше все хорошее. Семерка плохое число. Как бы 8. Это плохое или хорошее? Я не могу сообразить. Плохое. Плохое. Если честно, у меня здесь есть список плохих чисел. Значит, в него восьмерка входит. Восьмерка входит. 12, 13 и 18. 12. 12, 13 и 18. Вот, можно убедиться, что это полный список плохих чисел. Что надо сделать для того, чтобы в этом увидеть? Ну, во-первых, надо проверить, что они плохие. Это на самом деле несложно. Ну, вот давайте посмотрим, какие там возможны варианты, да? Там 2, 3, 4. Это уже слишком много. То есть вот так вот написать вы на самом деле уже не можете. То есть в виде суммы мы так слагаем, но число 8 вообще не таким уж и большим количеством способов подставим. 2 плюс 3 плюс 3. Ну, ну, что там еще бывает? Это неразличное. 2 плюс... А, не обязательно. Они могут быть неразличное. 2 плюс 2 плюс 2 плюс 2. 2 плюс 2 плюс 4. 2 плюс 2 плюс 4. Но это все не факториалов, господайте. Это все не факториалов. 4 плюс 4, 5. Да, 4 плюс 4. 2 плюс 6. 3 плюс 5. 2 плюс 6. А, по-моему, и все. В общем, господайте, может, я не буду на это тратить время? И на эти, на остальные тоже не буду тратить время. Вы играете с кого-нибудь лень. Поверьте, что это так. Просто перебор на это можно проверить. Мне намного интереснее доказать сейчас, что все другие числа хорошие. Что для этого в первую очередь надо сделать? А надо вот эти вот... Попросительные знаки. То есть, смотрите, я сейчас должен разобраться... 12-12, потому что они плохие. В этом я все стираю. 12-12, потому что там здесь не входит список плохих чисел. Значит, мы с ним должны что-то сделать, да? Дальше с числами 25-26, ну и совсем не больше. Александр Ильич, смотрите, числа, которые есть... n на n плюс 1 пополам плюс n минус 1. Ну, давайте посидим, это шло 12. Достаточно с ними разобраться. Давайте. Вот это шло 19. Господа, что мы будем пытаться получить? 6 материалов или 5 материалов. Как вы считаете? Конечно, 5 материалов. Можно разумно получить 7 материалов. Наверное, они уже слишком много, да? 6 материалов. Наверное, 6 материалов. А давайте напишем, что такое 6 материалов. Это 2 на 3 на 4, то есть на 2 на 2. На 5 и на 2 на 3. Почему равна сумма этих чисел? Ребята, просто написав 2 плюс 3 плюс 2 плюс 2 плюс 5 плюс 2 плюс 3, вы удивительным образом решаете задачу 12. Поняли? Поняли. 25-26, пожалуйста, делайте. А, 3. Ну, давайте разбираться, что это на самом деле такое. То есть вы думаете, что это будет 7 материалов. 7 материалов. 7 умножить на 6 умножить на 5 умножить на 4 на 3 и на 2. Да, в произведении все хорошо. Теперь по сумме. 5, 7, 14, 9, 26. Ну, решили задачу не для 25, а для 26. Ну, вообще тоже хорошо. Ну, давайте вот 25-то сделаем. По-моему, это с 5. Да, прошу. Скажите просто числа. 21, 5 и 6. Сколько? 2, 12, 5 и 6. 2, 12. 12, 5 и 6. Ну, во-первых, да. Сумма действительно такая, как надо. Теперь давайте пойдем, что... Почему это будет 5 материалов? 5 материалов это 5 на 4 на 3 и на 2. Как нам это? Это не 5 материалов. 6 материалов. А, это 6 материалов. Да, это 6 материалов. Очень интересно. 6 на 5 это то, что надо, да? Замечательно. 6 материалов, да? Отлично. Отлично. Господа, смотрите, что у нас произошло. Мы прошли довольно далеко. Ну, единственное, вот с этими числами мы не проверили. Ну, будем считать, что... Вот, мы прошли довольно далеко. И у нас, мы, или менее, все число получаются. Привет! У нас есть одна общая идея. То есть, когда вы берете любое число, то можете вот так вот идти. 2, 3, 4, 5 и так далее. Дойти до какого-то числа. И дальше у вас будет какой-то такой вот остаток. Если этот остаток не слишком большой по сравнению с этим числом, то есть вот такая идея. Зачеркиваем двойку, зачеркиваем x плюс 2 и зачеркиваем число x. И заменяем их на одно число, на их сумму 2 и 100 плюс 4. Все замечательно. Для каких чисел эта штука не работает? Лучше понятно. Для вот такого типа выражения. Когда у вас идут по возрастанию 2, 3, 4 и так далее. И вдруг 2, 3, 4, 5, 6 и так далее, и так далее. n минус 1 плюс n. Плюс n минус 1. Вот. А вот дальше два варианта. Либо n минус 1 в этом месте, либо n. Это тоже вариант. Если n, мы умеем решать задачу. Как? А потому что... Понятно. Нет. Извините. Извините. Я не знаю. По-моему, мы не так... Ребят, вот остались вредные восточные. Потому что если бы здесь был n плюс 1, то мы уже взяли, чтобы за это перешли на следующий уровень. Да, еще одно слагаемое добавлено. А вот так нельзя. И мы хотим зачеркивать числа 2, n и n плюс 2. А n плюс 2 здесь нет. Здесь мы хотим зачеркивать 2, n минус 1 и n плюс 1. А n плюс 1 здесь нет. Во всех других случаях мы задачу решим. Вот они, две ситуации. Вот две плохие ситуации. Надо сейчас придумать какую-то идею, которая эти ситуации разберет. Это на самом деле ничего хитрого. Надо просто зачеркивать какие-то другие числа. Вот посмотрите. Здесь мы зачеркивали двойку, число, ну еще одно число. Зачеркивали три числа. Вопрос. А почему обязательно зачеркивали именно двойку? Не понятно? Давайте попытаемся что-нибудь другое. Что? Но, на самом деле, если мы на чем-то трое покажем, то есть помните то, что мы еще больше. А если ничего не подпишем? Правда? Подсказка такая. А почему обязательно заменять на одно число? Вы можете, например, зачеркнуть там семь штук и заменить их на три слога. Ни в чем себе не отказывайте. Ну, это, наверное, слишком. Но зачеркнуть несколько и заменить их тоже на несколько, идея вполне здоровая. Это задача на алгебраическую фантазию. Мы хотим зачеркнуть несколько слогаевых вот здесь. Так давайте их так и обозначим. Альфа-1, альфа-2 и так далее. Альфа-к. Я не знаю, чего это значит. Несколько слогаевых сейчас. Кроме того, мы хотим зачеркнуть число n минус 1. Правильно? На какие-то новые слогаевые. Что значит заменить на новые слогаевые? Ну, значит, так и должно быть. Это β1 плюс β2 плюс βn. И при этом мы хотим, чтобы произведение альфа-1, альфа-2, альфа-к без числа n минус 1 равнялось бы произведению β1, β2, βn. Вот на самом деле мы хотим этого. Я не думаю, что это невозможно придумать. Александр Ильич, можно считать, что n минус 1 намного больше, чем 8. Да, конечно. Мы специально для этого маленьких числа собрали. Вот. Теперь 4 заменяем на 2 плюс 2. Пожалуйста. Одну двойку убираем. 3 плюс 2 плюс 2. На произведение, у которого сумма меньше. А зачем тебе такое? Я не понимаю. Сейчас, если бы я так сделала, то я уменьшил бы n минус 1 чуть-чуть. Я бы его уменьшил. Сказал, что вот эти первые члены не будут входить в наше вычеркивание по той идее 2х плюс 2х. И решил бы задачу. Я не понимаю. Ты вообще понимаешь, что n минус 1 у нас у нас большое число. Да. Поэтому среди этих альф должно быть какое-то большое. Да. Ну, поэтому, смотрите, я могу в начальном куске... Смотрите, я могу в начальном куске вычеркнуть, уменьшить сумму на единицу. Замените. Я не могу в начальном куске вычеркнуть, уменьшить сумму на единицу, уменьшить сумму на единицу, уменьшить сумму на единицу. Чтобы луна была, все системы. Так давай я тебе вне всю систему. Еще раз. Схемы разные. Нет, не много. Еще раз объясняю, что им можно делать. Господа, у нас есть с одной стороны вычеркиваемые числа. Что важно про единицу, понимаешь? Это все разные. Замечательно. У нас есть с другой стороны добавляемые числа. Про них вообще любые. Понимаете ли вы, что вот здесь есть шой слоган? Значит, среди чисел бета тоже обязательно есть какое-то большое. Согласны? Отлично. Ну, а теперь вопрос. Может ли большое число отсюда в точности быть равно большому числу отсюда? Может ли большое число отсюда быть равно большому числу отсюда? Бессмысленно, потому что, собственно, зачем было заменять? Заменять надо что-то на другое, да? Значит, большое число отсюда должно отличаться. Но если они совсем разные, то это плохо. То есть самое разумное, это что сделать? Набирать замену равно где-то 0,2. Да? Значит, следующее, можно сделать замену 5 плюс 125 на 25 плюс 25. Так мы получили. 25, это гениально. Но тогда ты заставляешь нас делать перевод до 125. Ну, 2 на 16 это 8 плюс 8. Ну, это не превратение стекло? Нет. Откровенные клости. Между прочим, поэтому у тебя большие проблемы на Олимпиаду всегда. 2 плюс 6. Услышь, пожалуйста, ты привык к любому переводу. То есть ты считаешь, ты привык, что дома можешь взять, набрать на калькуляторе любые числые посчитают, да? Ты не привык к ограничению. Когда человек решает задачу, он запрещает себе такие вот фокусы, типа возьмем число 125. Потому что он понимает, что до 125 в условиях реального времени он никогда не дойдет. Значит, я настаиваю на следующее. Вы должны сейчас все-таки себя ограничивать. Если бы там надо было действительно брать число типа 125, то никто бы вам эту задачу не дал. Потому что ее надо было бы уже решать на калькуляторе. 2 плюс 8, 4 плюс 4. Да, пожалуйста. Это маленькие числа. Очень хорошо. Сумма уменьшилась на 2. Очень хорошо. А зачем? Уменьшать ее надо было всерьез. Надо было ее на n-1 лучше. Возня с маленькими числями вообще неинтересно. Надо было уменьшить сумму на n-1. Значит, ограничиться только маленькими числами получится. 4, 7, n-4, n-1 равно 14 плюс 2, n-8. Во-первых, давайте проверять, равно или не равно. Значит, здесь у нас 4 и минус 4. Вот здесь 6. Здесь тоже 6. Да, равно. Так, теперь я проверяю произведение. 4 умножить на 7 умножить на n-4. Это 14 умножить на 2n-8. Решил? Надо? Правда. Решил? Нет. А? А, да. Решил? Ну, единственное, решил только 1. Существует? И на самом деле... Для n-1 я решил. А теперь, объединяя 2 и 3, я получаю для n. Объединяя 2 и 3, заменяя на 6. И заметил, что в этих формулах я использовала не ту двойку, а 4. Поэтому так можно сделать. Так, давайте я все-таки аккуратно вырешу. Потому что... Что называется? Мало ли, нужно ли поверить. Итак, для n это будет 2 плюс 3, правильно? Нет, 6 плюс... 2 плюс 3 плюс 4 плюс 7 плюс n минус 4 плюс n. Уже нет, кстати, а n. Заменяем на 6 плюс 14 плюс 2n минус 8. Так? Проверяем произведение. 2 на 3 на 4 на 7 на n минус 4. Это 6 на 14 на 2n минус 8. Да, это так. Здесь. И давайте здесь все-таки проверим. Здесь у нас будет сумма 12. И да, молодец. Решил. Ну, господа, на самом деле, это музыканакоизмская штука. Может, было проще. Смотрите, как можно было обойтись без этого. Вот эта идея хорошая с тем, что в два раза отличается. Эта идея хорошая. Так вот, можно было взять так. Смотрите, зачеркиваем 2, 3, 4, какое-нибудь число, и n минус 1. Заменяем на 2n минус 2x. И смотрите, при этом произведение в два раза изменилось. Поэтому здесь вот заменяем на 12. Надо, чтобы вот эта вот сумма равнялась к этой сумме. Ну, смотрим. 2n плюс 10 здесь. Здесь у нас 8. Согласны? Здесь 2 плюс 3 плюс 4. 9. 9, да? Минус 1. Это значит, здесь у нас 8 минус x. А здесь у нас написано 12 минус 2x. Я прав? Убираем 2, 3, 4, n минус x и n минус 1. Я пишу здесь вместо x и четвертую. И будем проверять. Здесь будет n минус 4. Здесь будет 2n минус 8. Так, пожалуйста, проверьте, сумма такая или иная. Здесь сумма 2n плюс 4. А здесь сумма тоже 2n плюс 4. Ну, вообще-то получилось. Вообще-то получилось. Так, и давайте еще посмотрим, что будет, если здесь написать не n минус 1. На самом деле, тогда изменение будет простое. Здесь вот будет просто не 8, а 9. И, соответственно, x будет равен 3. Замечательно. Значит, замена будет такая. Здесь будет просто-напросто вот так. Здесь будет кройка. И здесь будет шестерка. Поняли? На самом деле, не так важно. Понятно, что такого рода формул можно придумать еще много. Важно, что вы полностью решили задачу. То есть, у нас есть список плохих чисел. Вот он, любуйтесь. 1, 3, 4, 7, 8, 12, 13, 18. И про все остальные числа мы поняли, как с ними быть. Смотрите, этот алгоритм можно использовать, потому что вот это вот число больше, чем 4. Мы для всех маленьких чисел проверили. Я специально выписывал, помните, 42, 43. И это как раз и были те самые, что называется, подозрительные числа. Если вы вспомните начало занятия, то большие числа, которые мы там смотрели, 33 и так далее, это все они были. Конечно, вот этот способ годится в ситуации, когда n-4 больше, чем 4. То есть, n больше 8. Ну, а для маленьких числа мы уже все полностью проверим.